Добрый день! Мастер FTO или FTO 4х4 это более сложная версия обычного FTO. Теперь в этой серии есть глобки 2х2, 3х3 и 4х4. 2х2 это всем известный скьюб диамонт, он также является октаэдроном у которого вращаются грани. Есть два типа базовых октаэдров, у одного вращаются грани, как у FTO Face Turning, у другого вращаются углы. Версия от компании Dayan Corner Turning Octodron. Внешние глобки практически одинаковы, но вращаются по-разному. У четырехслойного октаэдрона вращаются грани, именно поэтому он называется Master FTO. Очевидно, что есть смысл сравнить строение с трехслойной моделью. Вспомним из чего состоит FTO 3х3. Есть элемент с четырьмя наклейками, он называется угол и расположен, соответственно, на вершинах октаэдра. Таких углов шесть. Также есть центры и ребра. Центры это одноцветные элементы, которые находятся рядом с угловыми, а ребра двухцветные, находятся между угловыми на ребре фигуры. Таким образом, всего три типа элементов. Что же изменилось на версии 4х4? Мы видим такие же четырехцветные углы и в том же количестве их также шесть штук. Мы видим такие же одноцветные центры, которые находятся рядом с уголками. Возле каждого уголка есть такой элемент. Но еще добавился некий центральный, тоже с одной наклейкой. Если присмотреться, то вот эти элементы тоже имеют одну наклейку. Это два разных. Получается, что несколько видов одноцветных элементов. И назвать их все центрами, наверное, будет неправильно. Предлагаю следующее название. Центральный элемент будет центром. Одноцветный элемент возле уголка будет угловым центром. Ну а эти элементы все-таки будем называть ребрами. Если немного перемешать глонку, то строение становится очевидным. Вот уголок, угловой центр, просто центр. А вот это четыре элемента ребра. Если мы сюда вот сдвинем куда-нибудь, будет еще понятней. Вот эти четыре элемента это ребро из версии 3х3. Но теперь это ребро разделено на четыре части. Две части двухцветные и две части одноцветные. Так их и будем называть. Двухцветные ребра, одноцветные ребра. Особенностью версии 4х4 еще является то, что вот эти центральные элементы, хоть жестко и закреплены, но все равно могут передвигаться. Вот у нас желтый центр, вот фиолетовый. Мы можем их сдвинуть друг относительно друга. Напротив фиолетового должен быть розовый центр, но теперь там находится синий. И за этим надо обязательно следить. Первым этапом сборки будет как раз расставить центры по своим местам. После чего мы спариваем двухцветные ребра, затем к двухцветным добавляем одноцветные и получаем FTO 3х3. Получается, что прежде чем мы сделаем редукцию до стандартного FTO, нам нужно выполнить три этапа. Собрать центры, собрать двухцветные ребра и собрать одноцветные ребра. Если первые два этапа выполняются интуитивно, то для сборки одноцветных ребер может потребоваться алгоритм, хотя и без него можно обойтись. Но сборка не всегда будет быстрой и рациональной. Принцип сборки будет немного похож на элитный скьюб. Там также есть ребра, которые состоят из четырех элементов, два двухцветных и два одноцветных. Также двухцветные собираются интуитивно, а одноцветные по определенному алгоритму. Но FTO головоломка попроще и собирается быстрее. Перед тем, как приступать к версии 4х4, я рекомендую освоить версию 3х3. Здесь я, конечно, покажу принципы сборки, но только с самым простым методом, основанным на одном трицикле. Есть способы сборки быстрее, можно использовать любой после редукции. Если вы не умеете собирать версию 3х3, то по ссылке в описании можно научиться лучше изучать головоломки по порядку. Так мастер FTO выглядит в перемешанном виде. Кажется, что все элементы одинаковые, все треугольнички одного размера, но здесь несколько типов элементов. Отмечу также, что вращение головоломки изначально из коробки не очень хорошие. Если вы будете неаккуратны, то детали могут выпасть. Здесь следует отметить, что вот эти уголки не полностью симметричные. У них с двух сторон одно строение, а с других двух другое. И к ним вот эти элементы примыкают тоже разные. Если собрать не так, то головоломка вращаться не будет. После некоторого количества сборок и смазки в ТО 4х4 начинает вращаться гораздо лучше. И можно даже пробовать собирать на скорость. Перейдем к первому этапу. Сборка центров — это полностью интуитивный этап, который не требует никаких алгоритмов. Здесь используются стандартные цвета и стандартные соответствия. Напротив белого цвета должен быть желтый, напротив синего — зеленый, напротив красного — оранжевый, ну и фиолетовый, розовый тоже здесь будут противоположными цветами. Многие из них знакомы из кубика Рубика 3х3, но добавились фиолетовый и розовый. Центры жестко закреплены на головоломке, но закреплены они на вот этих внутренних слоях, которые могут вращаться друг относительно друга. А значит, наша задача — расставить противоположные центры напротив друг друга. Начнем с белого и желтого. Вот белый центр, вот желтый центр. Они сейчас находятся рядом, так быть не должно. Мы видим, что они находятся на разных внутренних слоях. Мы просто вращаем и располагаем белый напротив желтого. После этого давайте возьмем синий. Вот синий центр, напротив должен быть зеленый. Вот зеленый. Они опять находятся рядом. Также вращаем синий и зеленый напротив. Проверяем белый, желтый, синий, зеленый. Все хорошо. Не путайте центральный элемент, который ровно в центре. На эти пока внимания не обращаем. Много одинаковых наклеек, поначалу можно путаться. Дальше смотрим красный и оранжевый. Вот красный и вот оранжевый. Чаще всего они уже будут стоять как надо. Но если нет, тоже придется подвигать. Но если мы будем двигать красный и оранжевый, у нас также сдвинутся синий и зеленый. Так что если мы поставили белый, желтый, синий, зеленый, то остальные наверняка уже стоят на своих местах. Проверяем. Красный, оранжевый стоят правильно. Фиолетовый и розовый тоже стоят правильно. Чаще всего бывает достаточно поставить две пары центров на свои места и все остальное становится само. Но проверять нужно на всякий случай каждую пару. Если вдруг вы где-то ошиблись, просто начинайте сначала. Можно подумать, что последовательность цветов может быть не такой. Чтобы в этом убедиться, мы можем просто взять какой-нибудь белый уголок и посмотреть. Вот белый цвет. Дальше должен быть синий, фиолетовый, красный. Давайте проверим. Белый центр, синий, фиолетовый, красный. Если четыре центра смежных стоят правильно и напротив них есть их противоположные цвета, то значит все центры на своих местах. Собирать для этого уголки совершенно не нужно. Всегда можно по одному проверить последовательность. Даже вот поэтому. Белый, красный, зеленый, розовый. Ищем белый, белый. Дальше должен быть красный, зеленый, розовый. Все правильно. Но это проверять не требуется. Достаточно просто расположить противоположные цвета на противоположных гранях. И все центры будут стоять правильно. Важно проверять их расположение во время сборки ребер. Так как положение легко нарушается и это не всегда заметно сразу. Далее мы собираем двухцветные ребра. Делается это очень похоже на сборку подобных элементов на элитном скьюбе. А сам принцип сборки исходит из классического кубика 4 на 4. Пусть это не самый рациональный способ, но иногда в шейп-модах он полезен. Чтобы спарить два реберных элемента, мы ставим их рядышком. После чего заменяем собранную пару на несобранную. Каким-то способом. Ну, к примеру, вот так, чтобы здесь вот эти полоски не нарушились. И отменяем первое движение. В итоге мы собираем бело-зеленую пару, а какая-то другая разрушилась. И так по очереди собираем все ребра. Вот, к примеру, зелено-желтое, зелено-желтое. Ищем на какое ребро заменить. Вот здесь есть. Объединяем две половинки и заменяем на несобранные. После чего отменяем движение. И все ребра собираются. В 4 на 4 возможна ситуация с двумя несобранными ребрами. Но в элитном скьюбе и в FTO 4 на 4 таких ситуаций нет. А значит, собирать проще. И сейчас я покажу, как это работает. К примеру, есть вот бело-синее ребро. Нужно найти еще одно такое же. Мы сейчас рассматриваем двухцветные элементы и ребер. Всего 4 элемента у ребра. Пока спариваем двухцветные. Бело-синее. Ищем еще одно такое же. Вот оно находится. И стоит как раз удобно. Они находятся на соседних гранях. Одно слева, другое справа. А значит, в одно движение их можно объединить. Объединяем. И у нас получается два двухцветных ребра стоят рядом. Теперь вот эту собранную пару нужно заменить на какую-нибудь несобранную с боковой грани. Отведем в сторону. На правую грань я привык делать. Заменяем на несобранную. И возвращаем движение обратно. После чего нужно отменить самое первое движение двойным слоем. Каждый раз рекомендую проверять, не нарушились ли центры. Потому что там движение двойным слоем может быть в одну сторону, может быть в другую. И можно перепутать. Белый, желтый напротив. Значит, все правильно, все хорошо. У нас есть первая собранная пара. Мы видим, что к этим двухцветным ребрам вот сюда нужно потом будет подставлять одноцветные. Давайте соберем еще какую-то пару. Вот бело-красные. Ищем еще бело-красный элемент. Вот его находим. Здесь справа. Здесь слева. В одно движение объединяем. Здесь ищем несобранную. Ну, любую. Отводим на правую грань. Заменяем на несобранное. Ставим его на старое место. И отменяем первое движение. Здесь желтый центр. Здесь белый. Они на противоположных гранях. Все хорошо. Смотрим, что же у нас получилось с бело-красным ребром. А здесь получилось, что сразу все четыре элемента стоят на своих местах. Это очень повезло. Я так сделал специально, чтобы показать, что следующий этап можно форсировать на этом. На самом деле, при помощи вот этой нехитрой комбинации, интуитивной, можно собрать ребро из четырех элементов. Но это не всегда эффективно. И в конце могут возникнуть сложные ситуации, которые проще решить алгоритм, который я покажу на следующем этапе. Но, теоретически, возможно и вот этим интуитивным способом собрать ребра из четырех элементов. Но на практике гораздо эффективнее находить ребра двухцветные, рядом с которыми стоит одноцветное ребро. И при сборке пары двухцветных ребер просто вот это ребро не разрушить. Иногда будет получаться вот такое везение, как здесь. Но чаще всего будут три элемента собраны, одного не будет хватать. Давайте посмотрим. Вот фиолетово-красное с красным одноцветным. И ищем еще фиолетово-красное. Вот оно. Здесь слева и здесь слева. Нужно передвинуть так, чтобы вот это ребро стояло справа. Просто поворачиваем. Здесь справа и здесь слева. Важно, что если у нас здесь пара элементов, то они должны стоять именно на вертикальном слое. Не должно быть вот такой ситуации, что при движении они разобьются. То есть они должны стоять вертикально. Если у нас, к примеру, получилось, что вот эти элементы стоят вот так. А вот этот элемент вот так. То есть мы можем, конечно, их объединить. Но тогда красный элемент потеряется. То лучше передвинуть вот эту пару на другую грань. Просто одно движение сделать и в таком положении уже подгонять другой элемент. То есть всегда сначала берем за основу спаренный и к нему одиночный. В данном случае мы делаем первое движение на себя. И это важно запоминать. Получился вот такой тройной блок. Здесь видим вот несобранное. Отводим в сторону. Заменяем. Возвращаем. У нас первое движение было на себя. Поэтому отменяем от себя. Проверяем. Желтый, белый, противоположный, розовый, фиолетовый тоже. Вот у нас сохранилось бело-красное. И вот новое ребро из трех элементов. Я сделал много сборок на скорость и пришел к выводу, что вот так собирать эффективнее. И этап редукции происходит быстрее. Движемся дальше. Вот у нас есть синяя-фиолетовая пара. Двухцветное и одноцветное ребро. Ищем такое же сине-фиолетовое. Вот оно. Получается. Ставим их поближе. Вот у нас эти два элемента справа. Этот элемент слева. К нему, конечно, вот здесь вот подходит еще фиолетовый кусочек. Но это угловой центр. А вот это одноцветное ребро. Это разные вещи. Не путайте. Объединяем. Получилось ребро из трех элементов. Заменяем на несобранное. А у нас, к сожалению, с правой стороны кончились несобранные. Мне удобнее именно с правой стороны несобранные подгонять. Поэтому я сейчас отменю это движение. Вот у нас нужный элемент и вот другой. И прежде чем их объединять, какой-нибудь несобранный элемент вот на эту грань подведу. К примеру, вот эти. И делаем еще раз. Объединяем. Дальше. Заменяем. Отводим вправо на несобранное. Возвращаем. И отменяем первое движение. Проверяем синий, зеленый, противоположный. Все хорошо. И вот у нас здесь три ребра собралось. Ну, три пары двухцветных. Одноцветные здесь кое-где еще нужно доставить. Когда у нас на правой грани уже три элемента есть, я просто их перехватываю налево. И здесь получается несколько несобранных элементов. Движемся дальше. Я всегда обращаю внимание сначала вот на такие парочки. Синий, оранжевый и оранжевый одноцветный. Ищем еще синий, оранжевый. Вот оно. Так. Ставим поближе. Здесь слева. Здесь справа. И вот это вот не разрушится. Проверяем. Справа есть несобранное. Объединяем. Заменяем на несобранное. Это не оно. Вот несобранное. Возвращаем. Отменяем движение. Проверяем. Зеленый. Розовый. Я неправильно отменил движение. Значит. Вернем. И отменим в другую сторону. Зеленый. Синий. Вот теперь правильно. Именно поэтому я каждый раз проверяю противоположность центров на противоположных гранях. Потому что ошибиться очень легко. Будьте внимательны. Так. Смотрим. Здесь есть еще несобранная парочка. Это хорошо. Дальше. Фиолетово-желтый. Фиолетово-желтый. Вот здесь видим спаренный элемент. Но он стоит не под тем углом. То есть. Таким движением разрезается. Значит его нужно переместить. К примеру. Вот так. Теперь он стоит четко справа. А вот этот стоит слева. Все удачно и хорошо. Вот здесь у нас несобранная пара. Объединяем. Отводим вправо. Заменяем на несобранное ребро. Возвращаем. Отменяем. Ну когда у нас собирается перед нами ребро. Скорее всего мы отменили первое движение правильно. Но все равно проверим по центрам. Зеленый. Синий. Все хорошо. Движемся дальше. Здесь справа опять три ребра спаренных. Ну двухцветных по крайней мере. Здесь спарено. Здесь одно нет. Второе нет. Третье нет. Вот три есть не спаренных. Это красно-зеленое. Где-то еще должно быть красно-зеленое. Вот это. А. И что мы замечаем? Красно-зеленое. С зеленым одноцветным. И здесь зелено-красное. Это очень удачно. Мы соберем сразу четыре элемента. Вот эту парочку и вот эту. Осталось вправо подобрать несобранное ребро. Оно такое и есть. Объединяем на себя. Вот на это будем заменять. Поэтому сначала в сторону отведем. Теперь это вправо. Заменяем. Возвращаем. И отменяем ход. Ход первый был на себя. Делаем от себя. Оранжевый. Красный. Все верно. И у нас собралось зелено-красное ребро из четырех элементов. Что просто отлично. Находим еще ребра. Вот у нас бело-розовое. И розово-белое. И у нас как раз еще хороший удачный случай. Располагаем. Здесь справа. Здесь слева. Осталось найти ребро, на которое будем заменять. Справа. Такого уже нет. Вот это мы собираем. Это собираем. Собрано, собрано, собрано. Вернулись. Значит ищем слева. И вот слева есть. Проще, если мы нашли слева, не перемещать его направо. Просто перехватить головоломку. Так, чтобы у нас левая грань стала правой. Вот у нас нужное ребро. Теперь находим наши, которые мы собираем. Пары. Вот это и вот это. И просто объединяем. Так. Вот это не собранное. Сначала в сторонку. Теперь это вправо. Заменяем на не собранное. Возвращаем. И отменяем первое движение. Проверяем, что все двухцветные ребра спарены. Средний слой. Есть. 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 Идти по кругу уже. Левая грань. Три есть. И правая тоже. Все двухцветные ребра спарены. Это хорошо. Этап завершен. Для сборки одноцветных ребер мы будем использовать следующий трицикл. Во некоторых похожих головоломках уже использовался подобный алгоритм. Для начала введем нехитрый язык вращений для октаэдра. Если мы держим головоломку таким образом, что перед нами треугольная грань сверху две вершины, снизу одна. То вращение вот этой грани R обратно R' Вращение верхней грани по часовой стрелке U против U'. Ну и вращение левой грани на себя L, от себя L'. Если мы используем двойные движения, то будет Rv, Rv', Uv', Uv'. Другие движения в алгоритме нам не потребуются. Самый алгоритм. Мы выдвигаем вот этот внутренний слой движениями Rv, R'. После чего делаем пиф-паф R, U', R'', U', но движение правой грани выполняем одним слоем, а верхней двумя. Получаем R, U', R', U', R'', U''. После чего возвращаем внутренний слой назад. Для этого делаем движение Rv', R' И делаем обратный пиф-паф U', R', U', U', R''. Опять верхнюю грань двумя слоями, правую одним. Увэ, R', Uv', R''. Смотрим, что получилось. Мы видим, что желтое одноцветное ребро отсюда переместилось на это место. Розовое отсюда на это место. И синее отсюда переместилось сюда. Чистый трицикл, все остальные элементы на своих местах. Напомню, что мы собираем одноцветные ребра, еще когда весь FTO не собран. Поэтому чистое выполнение нам не так важно. Если какие-то другие элементы, которые мы еще не собирали, будут перемещаться, то нас это устраивает. Сильно здесь сократить не получится, но некоторые упрощения можно сделать. Я специально сначала показал чистый алгоритм, вдруг у вас где-то будет ошибка и в конце сборки потребуется переставить именно одноцветные ребра, ничего другого не разрушая. Можно будет использовать чистый трицикл. Но в основной сборке мы будем использовать немного упрощенный алгоритм. Для перестановки одноцветного ребра отсюда, сюда, отсюда, сюда и отсюда, вот сюда, получается вокруг верхней грани идет тройная перестановка. Мы делаем следующее движение. RV, UV, R', UV'. Мы объединили выдвигание внутреннего слоя и движение R от пиф-пафа. Дальше возвращаем внутренний слой, RV', R'. После чего делаем обратный пиф-паф. UV, R, UV'. И мы видим, что ребра опять переставились. Вот это движение, которое мы в конце должны доделать, R', можно и не выполнять, так как на расстановку одноцветных ребер оно не влияет. Ну, выполним финальную перестановку, чтобы закрепить. Розовое ребро пойдет сюда, синее сюда, желтое вот сюда. Обращаем внимание, что перестановка идет не чисто на верхнем слое, не вот сюда, а именно на это место, чуть пониже, сзади. И вот сюда, с другой стороны. Выполним упрощенный алгоритм. И вот все одноцветные ребра по местам. А вот это движение нам не нужно. Оно будет заметно только если октейдрон собран. Ну, а теперь посмотрим, как это работает на практике. Допустим, вот это оранжевое одноцветное ребро мы хотим поставить на свое место. Для этого нам вот на это место нужно поставить оранжевые двухцветные ребра. Но это сделать легко, просто подворачиваем. Получаем, что оранжевое одноцветное ребро перейдет вот сюда, к оранжевым двухцветным. А значит, вот этот зеленый элемент перейдет вот сюда. Здесь бы неплохо разместить какие-то зеленые двухцветные ребра. К примеру, вот эти. Получаем, оранжевый элемент идет вот сюда, собирает. Зеленый элемент идет сюда, собирает. Оранжевый переходит вот сюда, но не собирает. Собрать два – это уже хорошо. Иногда будет получаться три, это будет просто замечательно. Ну, два тоже неплохо. Выполняем алгоритму. rv, uv, r', uv', rv', r, uv', r, uv'. И вот в таком хаосе элементов действительно нет никакого желания доделать движение r', которое было в изначальном алгоритме. Проверяем, что у нас не разрушились спаренные двухцветные ребра. Все хорошо. Можем на всякий случай проверить, что у нас центры до сих пор противоположные, находятся там, где надо. Фиолетовый, белый, желтый. Значит, все хорошо и мы не ошиблись. На первых порах ошибки неизбежны, просто надо быть внимательнее. Пару элементов мы поставили на свои места. Движемся дальше. Находим произвольный. Вот этот синий элемент нужно поставить между двумя синими ребрами. Здесь стоят желтые, к примеру, синие вот эти можно. Управляем на нужную грань и вращаем. Здесь нет никаких трудностей разместить нужные ребра на правильные места, так как если это синий элемент, он когда-то находился на синей грани, так же, как и эти синие элементы. Значит, их возможно установить на одну грань. Этот переходит вот сюда и становится между вот этими синими ребрами. А значит, желтый перейдет вот сюда. Здесь стоит что-то не то, но два желтеньких видим поблизости. Ставим их на нужную позицию. Проверяем. Синий переходит сюда. Желтый переходит сюда. Синий возвращается сюда. Ну, соберем вот эти два. Тоже неплохо. Выполняем. РВ. УВ. Р штрих. УВ штрих. РВ штрих. Р. УВ. Р. УВ штрих. Движемся дальше. Вот этот синий нужно поставить вот сюда, между вот этими, к примеру, двумя синими ребрами. Так. И мы видим знакомую ситуацию с других головоломок. Розово-синие. Синие-розовое. Ну, одинаковые цвета. Что здесь, что здесь. Если мы вот это розовое переместим вот сюда, то здесь нужно два каких-то розовых элемента, между которыми должен стать розовый одноцветный. Но мы можем на это место поставить любое розовое одноцветное ребро. И тогда у нас получится, что соберется первое и второе. А это останется неизменным. Поищем такое поблизости. Вот. Есть собранное розовое ребро. Чтобы не нарушить вот это, мы его вот сюда отведем. Повернем заднюю грань, поставив вот это на место. И вернем вот это движение. В итоге получается. Синие становится вот сюда, собирает. Розовое становится вот сюда, ничего не меняет. И вот это розовое переходит вот сюда, собирает вот эту часть. Выполняем алгоритм. РВ, УВ, Р штрих, УВ штрих. РВ штрих, Р, УВ, Р, УВ штрих. Все пока цело, все собирается. Дальше. Ну, вот этот розовый элемент тоже можно куда-нибудь поставить. Между розовыми. Вот этот вот подойдет. Опять такая же ситуация. Розовый переходит вот сюда, соберет. Синий перейдет куда-то сюда, что-то сделает. И было бы неплохо вот на это место поставить синий элемент, чтобы синий вернулся сюда и собрал вот эту часть. Поищем синий. Синий. Вот поблизости такой есть. Так. Вот так. Ну, в пару движений все становится. Проверяем. Розовый переходит сюда, собирает. Синий сюда не меняет. Вот этот синий переходит вот сюда, собирает вот эту часть. выполняем. РВ. ОВ. Р штрих. ОВ штрих. РВ штрих. РВ штрих. ОВ. Р. ОВ. ОВ штрих. РервTwitter. Все хорошо. Смотрим дальше. Вот это белое, нужно поставить между белыми одноцветными. Если такие поблизости. А вот они. Вращаем Отсюда перейдет сюда Здесь фиолетовый одноцветный Удачно перейдет вот сюда Между двумя фиолетовыми Оранжевый перейдет вот сюда И соберет нам третье ребро Идеальная ситуация, где сразу три элемента становятся на места Выполняем РВ УВ Р штрих УВ штрих РВ штрих Р УВ Р УВ штрих Так Вот этот фиолетовый нужно переставить на фиолетовое место Вот такое есть Фиолетовый сюда Так, они опять обратные Зелено-фиолетовый Фиолетово-зеленый А значит сюда достаточно поставить что-то зеленое И два ребра соберутся Они возможно даже последние Да, скорее всего так и есть А значит вот сюда нужно что-то зеленое Ну вот зеленое Ставим Фиолетовое сюда собирает Зеленое сюда не меняет И вот это зеленое сюда соберет В конце у вас останется либо перестановка трех элементов, либо двух, как у меня сейчас Но алгоритм будет тот же самый РВ УВ Р штрих УВ штрих РВ штрих Р УВ Р УВ штрих Проверяем все ребра Все должно быть собрано Ну вроде бы все по четыре элемента Ребра скомпонованы А значит этап завершен Он не сложный Интуитивными перестановками мы расставляем ребра на необходимые позиции И выполняем алгоритм Тоже не сложный Главное не ошибаться и быть внимательным Переходим к следующему этапу Мы сделали редукцию Теперь нужно собрать мастер FTO Как обычный FTO Я собираю очень простым способом Где особо нет алгоритмов Кроме РУ Р штрих У И возможно делайте этот же алгоритм зеркально Все интуитивно, просто Подробно распространяться не буду Но учитывая, что один и тот же трицикл повторяется много раз И так будет все понятно Небольшие отличия будут лишь в том Что нужно следить за расстановкой вот этих центров Которых нет на обычном FTO Для начала мы интуитивно расположим Три белых угла на свои места Мы видим вот бело-красный угол Рядом с ним тоже должен быть бело-красный Для этого мы можем конечно поставить вот так Тогда белая сторона будет смотреть в другую сторону Допустим белая грань должна быть здесь Значит вот этот уголок нужно развернуть Как это сделать? Ну можем его поднять И как в кубике 3х3 сделать такой вот Типа пиф-паф И у нас он станет на место Ну любым другим интуитивным способом Ищем еще один уголок И вот если он расположен вот таким образом В одно движение его можно сразу поставить Если белый цвет справа То опять же пиф-паф из кубика рубика Вот такой вот поставит на место Все будет хорошо Следим за совпадением вот этих цветов Все розовый Здесь синий Здесь красный Также если у нас уголок уже третий И хочется его в одно движение поставить на место Мы можем разрушить задний Поэтому здесь лучше сделать Что-то вроде обратного пиф-пафа Отвести в сторону Поднять Вернуть Вернуть Ну это все просто, интуитивно И должно легко у вас получиться Первые три угла ориентированы правильно И стоят по своим местам Для того чтобы ориентировать желтые углы Мы располагаем белую грань снизу Находим один уголок Который правильно ориентирован И располагаем его слева После чего делаем пиф-паф Как в пирамидке То есть вращаем вот эту правую сторону И левую Правую на себя Левую на себя Правую от себя Левую от себя Этот метод всегда работает Единственное исключение Когда уголки у вас уже сразу правильно ориентированы После чего вам нужно совместить Вот эти цвета Вот с этим цветом То есть у белого уголка здесь оранжевый цвет У желтых здесь фиолетовый Просто вращаем верхний слой Пока цвета не совпадут И можно было бы сказать Что ориентация углов И расстановка их по местам На этом моменте завершена Так было бы на FTO 3х3 Но здесь еще нужно подогнать центры Очевидно, что белый центр Должен быть на белой грани Давайте посмотрим Вот белый центр Но он находится на зеленой грани Так как здесь уголки обращены зеленым цветом А значит нужно Белый центр переместить на белую грани Она у нас вот здесь И делаем мы это движением Не одного слоя внутреннего Не вот так А именно двумя То есть внутренние слои Двоем вращаются Чтобы не разрушать Собранные ребра И не менять расположение Центров относительно друг друга Поставили белый центр На белую грань Автоматически у нас Встал желтый центр На желтую грань И остается совместить боковые Вот здесь зеленая грань Но центр оранжевый Где у нас зеленый центр Видимо вот здесь Опять же движением Двух внутренних слоев Совмещаем Совместив белый И еще какой-нибудь Кроме желтого Мы должны получить Что все центры стоят На своих гранях Давайте проверим Зеленый у зеленых уголков Розовый у розовых Оранжевый у оранжевых Ну синий Фиолетовый Белый Желтый Все стоит на своих местах Дальше мы собираем ФТО 4х4 Как ФТО 3х3 Тем же трициклом РУ Р'у Напомню как он выглядит Если нам нужно Повернуть элементы По часовой стрелке Мы выполняем движение Р У Р'у И повторяем Р У Р'у После вот этого Трицикла Из восьми ходов У нас перемещаются Угловые центры По часовой стрелке И Ребра Из четырех элементов Тоже по часовой стрелке Первым делом Мы будем собирать Угловые центры И начнем мы С белой грани Здесь вот Один угловой центр Стоит на нужном месте Остается поставить Еще два Давайте посмотрим Как это делается Мы будем использовать Трицикл РУ Р'у Дважды Для перестановки По часовой стрелке И зеркальный ему Л'у Л'у Дважды Для перестановки Против часовой стрелки Напомню Что для выполнения Алгоритма Перед нами Должна быть Треугольная грань Две вершины сверху Одна снизу Это движение Р Это движение У Ну вот это Л Поищем белые Угловые центры Вот к примеру Один есть Если мы Вот этот угловой центр Поднимем На верхнюю грань И сделаем Перестановку Элементов По часовой стрелке То этот Угловой центр Перейдет Вот сюда И станет На свое место При этом Все что было Собрано Не разрушится Почему Отменим Пока движение То что Собранный элемент Он стоит На том слое Которым мы Поднимаем Значит Перестановки Не участвуют Чтобы выполнить Перестановку По часовой стрелке Мы берем Перед собой Треугольную грань Вот так И выполняем Трицикл Р У Р Стрих У Р У Р Стрих У После чего Отменяем Сетап Мув Установочный ход Проверяем У нас был до этого Один угловой центр На месте Теперь стало Два Поищем Третий Вот он Отсюда Мы должны Его Поставить Вот сюда Для этого Мы должны Его каким-то Образом Поместить На верхнюю Грань Но так Чтобы у нас Осталось Вот это место На этой грани А вот эти два Элемента Должны Уйти Отсюда Чтобы это Сделать Нам достаточно К примеру Переместить Вот эти два Элемента На левую Сторону И Поднимая Вот этим Слоем Нужный Угловой центр Мы Выбьем Вот эти два Теперь Мы видим Что Для того Чтобы этот Элемент Переместить Сюда Нам нужно Перемещение Против Часовой Стрелки Располагая Вот эту Грань Перед Собой Мы Выполним Левый Трицикл L' U' L' U' L' U' После Чего Мы Отменяем Первый Установочный Ход И Видим Что Все Три Угловых Сентра Стоят На месте Очень важно Когда мы Делаем Более Одного Установочного Хода Все Отменять Изначально Мы Еще Вращали Верхнюю Грань В этом Легко Убедиться Посмотрев На Вот эти Угловые Элементы Здесь Розовые Здесь Синий Надо Чтобы Были Одного Цвета Поэтому Вращаем А И вот Теперь Все Три Синих Три Угловых Центра Собраны Переходим На Другую Грань Возьмем К примеру Синий Здесь Один Угловой Центр На месте Поищем Еще Вот Есть Еще Один Если Мы Поднимем Вот Так То Мы Сможем Вот Этот Элемент Переместить Вот Сюда Но Тогда Собранный У нас Уйдет На Это Место И При Обратном Сетап Муви Уйдет На Красную Грани А Это Плохо У нас Ситуация Не Улучшится Значит Эффективнее Будет Поднять С Левой Стороны У нас Собранный Элемент Сдвигается С Грани Теперь Мы Любой Из Этих Можем Поставить На Это Место Для Того Чтобы Вот Этот Переместить Сюда Мы Делаем Трицикл По Часовой Стрелке Для Этого Против Часовой Удобно Сделать По Часовой Поэтому Делаем Р У Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Отменяем Сетап Мув Проверяем Теперь Стало Два Синих Элементы Мы знаем Что Третье Где-то Здесь Вот Он Возьмем Вот Так Чтобы Вот Таким Движением Он Перемещался Чтобы Добавить К этим Двум Угловым Центром Третий Мы Размещаем Их Справа Делаем Сетап Мув И перемещаем Вот этот элемент Сюда Против Часовой Стрелки Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Отменяем Вот это Движение Видим Что Все Три Угловых Центра На Месте И Движение Верхней Грани Вращаем Вот у нас Белые уголки Опять На одной Грани Две Грани Собраны Переходим Дальше Здесь Красная Грань Ни одного Элемента Нет на месте Поищем Вот здесь Есть парочка Делаем Сетап Мув И К примеру Вот этот Переместим Вот сюда Чтобы не Перехватывать Сделаем Это через Левую Руку Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Отменяем Получаем Что первый Элемент Встал на свое Место На ребра Пока Внимание Не обращаем Дальше У нас Здесь Есть Еще Один Элемент Его Мы Тоже Должны Поставить На эту Грани Подвернем Вот так Чтобы У нас Выбился Уже Правильный Сделаем Сетап Move И опять Через Левую Руку Переместим Этот угловой Центр На это Место Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих Отменяем Один Стоп Move И отменяем Второй Так Не в ту сторону Просто Вращаем Еще Пока У нас Уголки Не станут Одинаковыми В итоге Два Красных На месте Ищем Еще Красный Вот У нас Еще Один Красный Движение Вот этой Грани Можно Поднять А значит Два Вот этих Нужно Поставить Вот На это Место Делаем Как Раньше Против Часовой Стрелки Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Отменяем Один Стоп Move Все Три Красных На месте И отменяем Еще Один Проверяем Уголки Получаем Что у нас Белые Синие И красные Угловые Центры Стоят По местам Движемся Дальше Розовая Грань Здесь два Элемента На месте Остался Еще один Поищем Вот он Располагаем Его здесь Собранные Элементы Передвигаем Опять На правое Место Поднимаем И вот этот Элемент По часовой Стрелке Нужно переместить Вот сюда Немного Перехватим Делаем Правый Трицикл Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Отменяем Setup Move Один И Setup Move Второй Углы Оранжевые И вот Розовая Грань Угловые Центры На ней Собрались Движемся Дальше Здесь Зеленое Ничего Не собрано Фиолетовое И Оранжевое Ну Постепенно Собираем Давайте Начнем С зеленой Вот Один Зеленый Элемент Поднимаем Наверх И Движением По Часовой Стрелке Передвинем Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Отменяем Так Один Есть Здесь Зеленых Больше Нет Поищем Тут Так Собранный Еще Один Поднимаем И По Часовой Стрелке Р У Р Штрих У Р У Отменяем Получаем Два Элемента На месте Вот Еще Один Мы Можем С левой Стороны Его Поднять И Движением Против Часовой Стрелки Поставить На Вот Это Место Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Отменяем Сетап Move Так Все Хорошо Зеленые Собрались Остаются Только Две Грани Оранжевая И Фиолетовая Так Вот Они Ну Здесь Один Есть И Здесь Еще Один Можем Поднять Вот Так Собранный Выбился И Против Часовой Стрелки Вот Этот Сюда Перемещаем Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Отменяем Не Остается Выполнить Одну Перестановку Вот У Нас Оранжевый Два Вот Этих Размещаем Справа Поднимаем И По Часовой Стрелке Делаем Перестановку Эр У Эр Штрих У Эр У Эр Штрих У Меняем Один Сотопов Не Забываем Возвращать Движение Верхней Грани Проверяем Все ли Угловые Центры Собраны Оранжевые Синие Фиолетовые Желтые Зеленые Розовые Белые Красные Красные Все Вроде бы На месте Далее Мы при помощи Тех же алгоритмов Будем Переставлять Ребра По Часовой Р У Против Часовой Эль Штрих У Штрих Начнем С Белой Грани Вот Сюда Нужно Поставить Бело Розовое Ребро Давайте Его Поищем Вот Оно Чтобы Его Переместить На Это Место Нам Придется Выполнить Две Перестановки Отсюда Сюда И Отсюда Вот Сюда Можно Использовать Хитрые Способы То есть Изначально Расставлять Элементы Не на Свои Места И Потом Переставлять К примеру Можно Вот Это Розовое Поставить Вот Сюда И Потом Отсюда Переставить Сюда Можно Сделать Так Можно Все Три Элемента Поставить Не на Своё Место И Потом Под Часовой Либо Против Часовой Стрелки Переставить Но Сейчас Я покажу Как Это Делать По Элементу Чтобы Разобрать Самый Сложный Случай Без Вся Везения И Без Удобных Ситуаций Начнем С Бело Розового Ребра Переставим Вот Сюда Для Этого Нужно Выполнить Три Цикла По Часовой Стрелке Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Во Время Этого Алгоритма Перемещаются И Угловые Центры И Ребра А так Как Угловые Центры У нас Собраны Их Перемещение Для Нас Незаметно А Ребра Заметно Перемещаются И отсюда Бело-розовое Переместилось Вот сюда Теперь Тем же Алгоритмом Движением По Часовой Стрелке Мы отсюда Переместим Его На свое Место Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Первое Ребро Есть Следующее Должно Быть Бело-синяя Она Находится Вот здесь И мы Опять По Часовой Стрелке Переставим Сюда И потом Против Часовой Стрелки Поставим На свое Место Вначале Делаем Перестановку На Оранжевой Грани Переместили На это Место Теперь На Синей Грани Мы Перестановкой Против Часовой Стрелки Поставим На свое Место Л Штрих У Штрих Л У Штрих Л Штрих У Штрих Л У Штрих И второй Элемент На Месте Теперь Нужно Поставить Бело Красное Поищем Его Оно Далеко Где-то Вот Здесь Здесь Есть Несколько Способов Решения Ну Самый Простой Конечно Это Сдвинуть Розовое И синее По Часовой Стрелке Освободив Вот это Место Вставить Туда Красное Ребро И Отвести Все Это Обратно Против Часовой Стрелки На Свои Места Также Можно Отсюда Бело-красное Переместить Вот сюда Временно Разрушив Бело-розовое Потом Отсюда Переместить Сюда И Отсюда Вот сюда Переместить Куда-нибудь Куда-нибудь Сюда Дальше С желтой Граней Переместить Сюда С фиолетовой Переместить Вот сюда И Отсюда На это Место Будет Четыре Перестановки Обычно 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 Бывает Все Проще Но Давайте Я Лучше Покажу Как Сделать Это Чуть Хитрее Для Этого Мы Просто Сдвинем Вот эти Почтовые Стрелки Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У У нас Синя И розовая Сдвинулись На соседние Места Теперь Мы Вот это Бело-красное Переставим Вот сюда На место Розового Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Да И теперь Вернем Против Четвертой Стрелки Их На свои Места Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Так На один Рецикл Меньше Выбирайте Как вам Это делать Удобнее Любым Способом Можно Собрать Белую Грань Далее Мы Располагаем Белую Грань Снизу И Смотрим На Боковые Желтые Нам Пока Сейчас Не Интересно Здесь Очень Важно Нам Нужно Расположить Так Чтобы Две Вершинки Были Сверху Одна Снизу Не Вот Так Вот К себе Две Снизу Одна Сверху А Именно Вот Так И Собирать Мы Будем Вот Эти Ребра Здесь Принцип Сборки Интересный Для Начала Нужно Поставить Одно Из Ребер Вот На Этой Грань Вот Нужно Одно Из Ребер Поставить На Соседнее Место Снизу Но На Соседнее У нас Сейчас Синий Оранжевый Стоит На Своем Месте Это Конечно Смотрится Красиво Но Нам Не Поможет Нам Надо Чтобы Оно Стояло Вот Здесь Для Этого На Оранжевой Грани Сделаем Перестановку По Часовой Стрелке Р У Р Штрих У Р У Р Мы Получаем Что Сине Оранжевое Ребро Которое Должно Стоять Здесь Стоит На Соседнем Месте Хорошо Теперь Ребро Которое Должно Стоять Вот Здесь Розово Оранжевое Нужно Поставить Вот Сюда Для Этого Находим Его Если Его Нет На Желтой Грани Ищем На Боковых Вот Оно Розово Оранжевое Сначала Одним Трициклом Мы Переводим Его На Желтую Грань Против Часовой Стрелки Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Далее На Желтой Грани Мы Перемещаем Его Вот Сюда Поближе К Оранжевой Для Этого Делаем Движение Против Часовой Стрелки Эль Штрих У Штрих Эль Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Получаем Вот Такую Конструкцию На Оранжевой Грани Два Оранжевых Ребра Одно Стоит На Соседнем Месте А Другое Сверху И Теперь Мы Выполняем Перестановку В данном Случае Против Часовой Стрелки В результате У нас Вот это Ребро Станет На Своё Место А Верхнее Тоже Станет На Своё Место Три Цикла Делаем На Оранжевой Грани Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Ну и Смотрим Два Ребра Стоят На Месте Если Вы Сразу Одно Ребро Поставите На Место То Второе У У Не Получится Этими же Алгоритмы Поставить На Своё А Если Первое Поставить На Соседнее А Второе Подогнать Кверху То За Один Три Цикл Они Оба Встанут На Свои Места Переходим На Следующую Грань Не Вот На Эту Где Две Вершины Снизу Одна Сверху А На Зелёную Две Сверху Одна Снизу Здесь Смотрим Есть Одно Зелёное Ребро И оно Как раз Стоит На Соседнем Месте Не На Своём Должно Быть Здесь А Стоит На Соседнем Здесь Должно Быть Зелёно Розовое Поищем Его Оно Здесь Извлекаем Из этого Места На Жёлтую Грань Против Часовой Стрелки Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Располагаем Над Зелёным Центром Вот сюда Перемещаем Против Часовой Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих Эль Штрих У Штрих Эль У Штрих И вот Наша Конструкция Ребро На Соседнем Месте И одно Сверху Если Их Переместить По Часовой Стрелке То Оба Станут На Свои Места Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Так Два Зелёных Ребра По Местам Движемся Дальше Красное Пропускаем Вот Это Здесь Видим Фиолетово-красное Стоит Сразу На Своем Месте А вот Это Не Собрано Значит Вот Это Нужно Сразу Переместить На соседнее По Часовой Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Далее Над Фиолетовым Центром Ставим Другое Фиолетовое Ребро Оно Должно Быть Фиолетово-синее Находим Его На Желтой Грани И Переставляем Вот Сюда Против Часовой Стрелки Л Штрих У Штрих Л У Штрих Л Штрих У Штрих Л У Штрих И Вот Знакомая Конструкция Чтобы Поставить Вот Эти Два Ребра На Свои Места Нужно Движение Против Часовой Стрелки На Фиолетовой Грани Л Штрих У Штрих Л Штрих Л Штрих У Штрих Л У Штрих Что Получаем Все Боковые Ребра Собраны И Осталась Одна Перестановка На Желтой Грани К этому Моменту Желтые Ребра Могли Бы Собраться И Самостоятельно Такое Бывает Достаточно Часто Здесь Мы Видим Что Вот Это Зеленое Нужно Переставить Вот Сюда Против Часовой Стрелки Так Как Оранжевая Сюда Фиолетовая Вот Сюда Выполняем Левый Трицикл Л Штрих У Штрих Л У Штрих Л Штрих У Штрих И Все Собрано Иногда Бывает Неприятная Ситуация Которую Хочется Быстро Решить Но Быстро Это Не Получается Когда У вас Почти Все Собрано А Два Вот Этих Боковых Ребра Нужно Поменять Местами И Хочется Какого-то Простого Алгоритма Чтобы Это Произошло У нас Получается Нужно Два Вот Этих Поменять И Два Вот Этих Простого Алгоритма Я вам Не Предложу Но Имеющимися Способами Это Можно Сделать Для Этого Мы Сначала Одно Из Этих Ребер Выдвигаем Наверх Р У Р Штрих У Р У Р Штрих У Здесь Это Ребро Отводим В сторону Для Чего? Для Того Чтобы Вот Это Поставить На Соседнее Место Если Мы Это Сделаем Сразу То Вернемся К Исходной Ситуации А Это Нам Не Нужно Нужно Вот Это Ребро Отвести В сторону Любым Трициклом Р У Р Штрих У Р У Эш Штрих У После Чего Мы Ставим Вот Это Ребро На Соседнее Место Как И Положено Л Штрих У Штрих Л Штрих Л Штрих У Штрих Л Штрих Далее Как обычно Подгоняем Вот это Ребро Вот сюда Сверху Л Штрих У Штрих Л Штрих Л Штрих У Штрих Л Штрих Ну и в конце Придется Переставить Верхние Ребра В данном Случа Против Часовой Стрелки Л Штрих У Штрих Л Штрих Л Штрих У Штрих Л Штрих Да Долго Но Имеющимся Алгоритмом Это Решается Пугаться Таких Ситуаций Не Стоит В итоге Я рассказал Всю Необходимую Информацию Для Сборки ФТО 4х4 Или Мастер ФТО Показанный Алгоритм После Недолгих Тренировок Можно Собирать Эту Головоломку Быстрее Чем За 10 Минут Если Для Этапа ФТО 3х3 Применять Продвинутые Методы То Можно Гораздо Быстрее Так Большую Часть Сборки Занимает Этап 3х3 Редукция Не Такая Тренируйтесь И все У вас Получится А на этом Все Всем Спасибо Всем Пока